здравствуйте дорогие друзья с вами интернет канал максим мадзе и сегодня мы посмотрим на игру моего детства под названием game майнер 2 исходя из названия можно понять что есть у этой игры первая часть я вам ее тут пока покажу тоже если вам понравится 2 вот именно вот этот 2 это одна из игр моего детства вот короче говоря как какие мне воспоминания с ней связаны мне когда исполнилось 9 лет 2012 2013 году и мне подарили планшеты первая игра на этом планшете была именно game майнер 2 прошло целых восемь лет с того момента почти восемь лет чуть-чуть поменьше семь с половиной и вот один раз мы даже ехали на алтай но это 9 часов ехали туда и я все эти 9 часов рубился в эту игру очень интересная игра надеюсь она вам понравится игрушка не популярная но она популярная но не очень скачивание довольно мало его в основном из-за того что она платная хотел первой части демо и демо версии бесплатные она там скачивание неплохие более-менее нормальная игрушка надеюсь вам понравится она реально действительно интересны короче вот мы видим менюшку я я вот правда на полную версию не нашел вага почему-то вот случайно точнее как я я пытался там найти и нажал вот на первый попавшийся сайт там она она же платная плей маркете я не стал ее покупать 129 рублей довольно дорого мне кажется и на одном сайте скачал и это оказалось демка ну и я решил почему бы нам не снять демку просто просто чтобы показать вам что из себя представляет эта игра давайте посмотрим сегодня что из себя представляет game miner 2 смотрим на этого классного мужика который держит книгу в руках если вам если это видео вам понравится если вы хотите продолжение ставьте лайки я обязательно скачаю полную версию и мы с вами поиграем полную сегодня мы просто посмотрим что из себя представляет эта игра так есть несколько режимов replay expedition tutorial они заблокированы написано пройдите туториал чтобы разблокировать эти режимы во первых настройки сначала заглянем можно hd графику поставить это можно выключить если слабый телефон вибрацию выключим control тип auto я поставлю что это симпл я поставлю чтобы джойстик нас на сенсоре вы здесь не загораживал ладно tutorial можно нажать кнопку skip чтобы пропустить и сразу разблокировать другие режимы ладно я много вообще болтаю про эту игру а мы никак все не начнем тут пять уровней обучения и первый называется основы c basics игра к сожалению на английском языке русского нет ну впрочем ты и пофигу добро пожаловать и в шахту здесь вы научитесь а основам просто держите и удерживайте чтобы двигаться ходить чудо дам смотри когда вы подходите табличка нажимаете на иконку чтобы прочитать что на них написано вы имеете короче контроллеру управлять также можете зайти изменить контроллер можно в настройках меню вот и что я перед этим и сделал я им играю на эмулятор inox могу стрелочками управлять но мне курсор все равно для некоторых вещей придется использовать короче говоря давайте посмотрим на интерфейс игры у меня камера загораживает кнопку где можно открыть карту и посмотреть здесь можно зум настроить я так не ну я так и не смог настроить как зум самому делать в этом эмуляторе а тут написано на какой мы дистанции под землей сколько метров мы находимся звезд звездочка это наша цель здесь эта кнопка перемещает нас в инвентаре здесь у нас основные вещи которые можно использовать а здесь находится здесь будут помещаться сокровища которые мы с вами нашли полезные ископаемые об этом про эту кнопку поговорим чуть попозже ты там копаешь под землей что-то там не можешь судя по всему копать камни можно можно короче разговаривать с шахтерами которые тут которых тут можно встретить смотри нравится нравится тебе натурал все натурал и я не понял честно говоря немного еще один один шахтер такой шахте есть сокровища полезные ископаемые всякие к по их чтобы их собрать вот здесь находится этот тин а вот еще один другой немного лестнице помогают к короче по лестнице передвигаешься разные разные углы шахты и показывают как лазить по лестнице табличка еще одна можно почитать темные камни не двигаются их и они не падают их взорвать нельзя светлые белые камни упадут если под ними нет блока или подпорки под ними нет земли или подпорки вот это вот деревянный про это мы с вами еще поговорим копай вниз чтобы найти там топор и завершить уровень отлично ты нашел топорик отлично уровень пройдет так следующий уровень разблокирован и нас звездочка становится желтый так дальше инвентарь идет у нас давайте обучалку пройдем с вами в шахте можно использовать использовать различные предмет твоего инвентаря это туннель проход который может короче говоря путешествовать перемещать другое место нажмите на карту карту я так понимаю что посмотреть где ты находишься но мы это с вами уже делали можно посмотреть где мы были чтобы найти выход если мы заблудились ставь лестницы чтобы подняться лезть нажимаем сюда и лестница ставится темные камни неуязвимые так сказать неразрушаемые ничто их не не сломает а вот светлые камни можно взорвать динамитом сайди в инвентарь и поставь динамит из и сразу же сваливай нам типа вот это говорят нажимаем интере ставим динамит и сваливаем не шахтер а шахтер где он взорвался миссис с камнем что ли короче говоря поднимаемся наверх камни падают через несколько секунд после того как ты прокопаешь под ним поставь чтобы он не упал поставь деревянную подпорку иначе он тебя раздавит так земля трясется значит камень вот тут упадет ставим подпорку чтобы он не упал как вы как вы поняли белые камни можно взрывать динамитом а также если под ними нет земли или или подпорки ну и там слом сломаем землю или подпорку зажгем то камень может у нас упасть и мы сдохнем мы проиграем а вот темные камни они их взорвать нельзя и они не падают они как непреодолимые препятствия для свой аут ладно идем туда ты короче вышел и все такое шоппинг привет и меня зовут сали я владею магазином в котором ты можешь купить новые предметы а также потратите найденные сокровища на заработать на сокровищах почему бы не собрать тебе золото и и обменять его на деньги магазин короче говоря здесь есть магазин я его покажу как только мы доберемся на улицу ставим лестницу идем наверх звезды звезда это цель который ты должен сделать чтобы узнать что надо сделать как завершить миссию зайди в палатку на сегодня сегодняшнее задание это собрать 8 золотых этих кусков мы уже собрали 3 и соответственно звездочка видите заполняется потихоньку более поздних версиях если нажать на эту плене случайно поставил лестницу более поздних версиях если нажать на эту звездочку то мы сможем увидеть что нужно сделать ты поднялся по лестнице это офигенно здесь есть лифт который поднимет тебя наверх использую и can control чтобы двигаться съезди наверх купи динамит в магазине чтобы взорвать этот камень приехал за нами лифт который приведет нас на улицу и вот так выглядит улица улица в этой игре справа на здесь у нас таблички с алиминнинг магазин открыт всегда короче говоря справа находится магазин где мы можем что-то либо что-либо купить деньги у нас появляются за сокровище которые мы добудем под землей за каждое какое-то сокровище по отдельной сумме в данном случае за за один золотой кусок мы получаем 37 вот этих зелененьких но баксов я свои поводы картинки короче давайте возьмем два динамита и два вот этих вот сканер в этой миссии мы можем купить только лестницу подпорку динамит и сканер который нам покажу который покажу как работает слева находится твоя палатка с которым который ты можешь спать сохранять прогресс и посмотреть твой этот какое у тебя задание наша палатка здесь сушится наши какие-то предметы вы сейчас только что могли увидеть что находится палатке и написано найдите 8 золотых кусков сах можно также сохранить прогресс и продолжить выйти и продолжить потом и время суток тут тоже кстати есть а здесь находится еще дальше находится музей ты не имеешь никаких артефактов чтобы отдать их музей извините чихнул когда наступает ночь в магазине в палатке и музее на колесах загорается свет короче музей мы можем артефакты доставить особенно это бывает нужным в свободном режиме на который мы с вами посмотрим чуть позже ладно ставим динамит и уходим отсюда подальше много очень много золота внизу спускайся по лифте можешь также использовать специальный сканер чтобы легче было найти можно остановить лифт можно подняться наверх и так далее здесь эти две одинаковые таблички здесь тоже самое все написано но пускай падает ну давайте для удовольствия мы взорвем в принципе даже если мы бы стояли около динамита нам бы ничего бы от этого не стало потому что на этого уровня выйдем и бессмертно хотя если бы на нас бы упал камень то мы бы мы бы сдохли все-таки ах да используем сканер и вот что получается как бы исчезает вокруг нас вот это черное вот это вот все темнота и мы можем видеть где находится сокровище мы лучше видим сокровище которое можно найти ты нашел восемь золотых кусков и все стамина это выносливость по моему здорово еще раз и появляется шкала немножко загораживает у меня наверное камера и и с и сердечком и показывает наше здоровье обратим внимание короче ты знаешь что когда что когда ты видишься ли копаешься у тебя процент тратится вот это ставили здоровье твое твое твою выносливость может быть наверное будет повышаться как когда ты отдыхаешь круть круче часто посматривать надо на эту выносливость когда мы двигаемся копаем она постепенно понижается железо так когда ты копаешь тратится твою выносливость бла 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 копаем вниз землю там и все такое спускаемся по лестнице что тут написано спускайся вниз очень высоко и когда мы падаем с большой высоты у нас здоровье отнимается больше я попался на трюк с табличкой и попал сюда да я заметил надо тут чинить много ты упал с довольно большой высоты это плохо твоя выносливость упала сильнее лучше чтобы восстановить ее съешь сэндвич бутерброд или поспи в своей палатке почему не открыт твой почему тебе не открыть инвентарь и съесть сэндвич сейчас давайте собственно это сделаем съедаем сэндвич и наша шкала пополняется полностью когда мы находимся вот на холоде есть же холодные вот эти вот камни есть ледяные которые которые такие же по функциональности как и простые светлые камни тоже можно взорвать и они тоже падают когда мы находимся вот в этих сосульках выносливость родится сильнее камни все попадали ну вообще офигенно ого камни попадали теперь как же ты вернешься домой фигово это все конечно но ты можешь воспользоваться вызовом вы вызвать команду возвращения чтобы они тебя помогли если у тебя кончилась выносливость и ты не можешь двигаться то ты всегда можешь воспользоваться этим вызовом но есть у этого и обратная сторона если ты этим воспользуешься то ты потеряешь все полезные ископаемые которые ты нашел можешь зайти в инвентарь нажать кнопку rescue me ты всегда можешь попасть короче назад короче я долго раньше я не понимал жаль английский не понимал что надо тут делать как закончится туры пока случайно не додумался нажать вот сюда кнопку если мы там застряли у нас кончилась выносливость у нас нету сэндвичей или мы просто где-то там застряли не можем выбраться кончились лететь и так далее мы можем нажать на эту кнопку и нас вернет на улицу правда мы правда мы при этом потеряем все сокровища которые мы нашли там под землей ну и последний уровень обучения назарц здорова я гаральд я историк да я точно историк и я меня интересуют артефакты которые ты можешь доставить ко мне в музей друг ты сейчас нашел подземный этот дворец так сказать зайди в него и найди что-нибудь интересное рычаги тут есть которые открывают двери здесь подпорки горят и это плохо можно самому загореться от чего выносливость начнет тратиться сильнее кстати когда мы горим если нажать на кнопку то мы будем выглядеть вот так капец так заливаем все водой и тушим когда мы находимся под водой здоровье отродится еще быстрее эта дверь заперта а рычаг находится на востоке где-то здесь ядовитый газ угольный газ который от которого выносливость будет тратиться сильнее а еще мы кашлять будем вот так открыли мы дверь целых двадцать минут проходим обучение так спасибо что он нашел меня а то кто-то закрыл ту дверь и я не мог вылезти здесь есть интересные артефакты а гаральтон я вернулся этот парень спас меня отлично еще он хороший артефакт нашел обучение закончено фриплей и экспедиция разблокированы начнем начнем давайте посмотрим режим фриплей фриплей это свободная игра а экспедиция это различные задания которые мы можем выполнять квесты всякие короче давайте посмотрим на фриплей здесь есть три слота для свободной игры выбираем один из них и нам предлагают выбрать сложность но в бесплатной версии в демо версии нам доступен только один режим даже китс не доступен написано доступен в полной версии игры ну ладно нажимаем изи привет я гаральд я куратор музея а я соли да мы можем тебе помочь там во всяком тебе надо найти белый опал эээ можно валюту короче получать находя сокровище также можно находить артефакт и заставлять их в музей удачи короче говоря почему то здесь ничего не сушится не висит свободная игра у нас какая мы просто спускаемся короче по лифту по лифту и просто копаем ищем ищем различные ископаемые цель одиночной игры это найти белый опал в более поздних версиях надо будет уже найти розовый алмаз в магазине у нас есть вариант лестницы подпорка мостик динамит сэндвич у улучшить кирку улучшить инвентарь улучшить палатку то есть кирку можно сделать чтобы она быстрее копала или там инвентарь чтобы больше помещалось с него пятнадцать это сколько рут может сколько сокровищ поместиться может каждое собранное сокровище как отнимает у нас единицу о мы артефакт нашли написано можно его отправить в музей тут угольный газ под землей можно иногда найти потерянных этих шахтеров ой-ой-ой подпорку подпорку поставить надо вот тут еще один иногда может вот такой вот бонус выпить когда нам сразу несколько таких штук дадут и при этом инвентарь в инвентаре инвентарь при этом не пополнится сильнее как видите выносливость он скачается у нас сэндвич то есть где две штуки есть мод 4 инвентарь энергии мало плод 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 в плод чтобы инвентарь полностью заполнить ст инвентарь заполнил да я устал двигаться мне надо съесть сэндвич или поспать чтобы восстановить выносливость так двигаться мы не можем потому что выноска исполненно закончена нам надо сесть сэндвич как видите инвентарь заполнен сокровище мы можем дальше копать но они не будут помещаться к нам в инвентарь чтобы инвентарь заполнить чтобы место освободить днем заходим магазин и получаем деньги за это также у нас есть артефакты которые мы нашли давайте сдадим их музей коллекции короче надо вот эти заполнять чтобы разблокировать различные предметы для этого режима также новые предметы появляются в магазине когда мы глубоко копаем вниз прогресс можно сохранять давайте нажмем сохранить прогресс можно также посмотреть на характеристики персонажа со временем их можно будет прокачивать выносливость может быть увеличивать какую-то харизму еще что-то статистика это сколько мы денег там заработали сколько лестницы и потратили динамитов использовали и так далее тут куча всего давайте сохраним прогресс мы спим можем поспать еще раз чтобы наступил день но и на этом ну и давайте перейдем наконец в expeditions можно сохранить можно нажать на крестик и удалить сохраненную игру expeditions у нас доступен только один режим это легкий medium хард и дополнительно доступны только в полной версии игры это из легкого у нас доступно всего 4 миссии более 40 новых экспедиционных миссий полной версии игры ладно давайте пройдем одну из них пройдем одну короче у нас денег сейчас нет в этом в этом задании нам надо просто собрать 20 углей угля очень много шахте заметьте а нет все нормально на некоторых заданиях вместо лифта лестница будет обычная лестница много тут всяких интересных шахт таких которые можно покопать прям ой чё ты не собрал то ой не падай инвентарь заполнен отлично пора возвращаться магазин где он где у нас карта можно еще золото взять точнее можно было взять сейчас нельзя так инвентарь мы накопили можно также теперь что-нибудь купить интересного можно лестница набрать сэндвича можно взять кирку но киркой сейчас нельзя прокачивать пока она поскольку инвентарь у нас свободен можно продолжить копать золото наверное не будем собирать она нам не пригодится в этом задании нам нужен уголь пять штук еще надо ну и последнее он давать еще одну пройдем она быстро короче говорят нам что там внизу дворец есть подземный магазина в этом задании нет сожалению но хотя он нам и не нужен это задание недолгое к тому же интерес мы его быстренько пройдем тут три тоннеля нам надо в каждый из них пойти давайте прочитаем сначала чем написано на табличке двери ведут в три этих тоннеля нам надо найти три вазы каждый из них находится в одном из так угадайку угадай куда как рычаг падает вот непонятно только так угадали сразу у ну и вот одна из вас тоже ваза я так понимаю да это ваза керамическая ваза так заходим во второй бассейн тут у нас находится и надо быстро копать пока на нас не упали камни камни также разрушают лестницы так и в третий давайте зайдем а тут повсюду ядовитый газ на хорошая шутка бля хватит не этот прогас рассказывать уже и так уже понял про него все ладно вот и тут за нее уже довольно долгое давайте не будем его проходить пока что если хотите продолжение ставьте лайк тут реально раз куча разнообразных заданий порой бывают такие сложные что мне не под силу пройти ладно давайте наконец прочитаем вот вот этот раздел тут можно прочитать про различную игру вот этот тулс это предметы которые можно использовать на написано про предмет написано сколько он стоит магазине также про что и что это за предмет лестница подпорка табличка и написано что ее можно разблокировать но чтобы она попала в магазин надо спуститься на глубину 25 метров это именно в свободной игре при плейном режиме холквей мостик динамит сканер пила который можно пилить лестницу и подпорки и мостики чтобы разблокировать надо собрать одну коллекцию в музее то есть первую страничку в музее мы как вы сами видели уже можно короче будет пилить лестницы и из подпорки из них собирать еще и досточки за который мы будем получать по 3 по 3 доллара за каждую то есть уголь это не самый дешевый это предмет пассаж это туннель которую мы можем сами себе поставить что если мы там где-то застряли не можем вылезти это это вместо кнопки рис уми мы попадаем на улицу и при этом не лишаясь сокровищ надо собрать две коллекции музей или может быть надо собрать первую коллекцию тут вторую лифт можно самому ставить где захочешь также можно апгрейд на лифт поставить узкая ускоряй у быстрый лифт пумп штука которая собирает воду акваланг который позволяет не тратить выносливость под водой или во время и когда находится вместе с газом вот я не помню что делает это металлоискатель очень полезная вещь продай сам не помню как она работает так флеер фонарик сколько я понял помогает увеличивать так сказать то что мы видим стоит бесплатно его можно найти его в магазине не продается его его могут дать потерянные шахтеры так в свободном режиме если копать там вниз можно найти шахты разные в них можно найти шахтеров которые могут дать вот этот фонарик bucket ведро стоит 35 долларов доступно только в режиме expeditions этот ключ который чинит с помощью которого можно чинить сломанные лифты спрей который нужен в режиме expeditions чтобы предотвращать термитов на подпорках там они бывают если мы будем это проходить покажу вы сами видите апгрейд на письмо курс то есть с каждой покупкой с каждым апгрейдом последующий апгрейд будет дороже так возвращаемся сюда назад это те самые препятствия которые мы уже среди блоки камень светлый можно взорвать динамит также он падает если под ним нет земли или подпорки огонь от которого могут сгореть лестницы или подпорки можно затушить водой также традиция его здоровья вода традиция вода тратится под водой и здоровье также тушит огонь газ ядовитый тратит 100 минус нашу лава как только мы в нее падаем мы умираем сразу же так имеется ввиду наверное взрыв что мы можем здоровье потерять от него сердце холод и жар а здесь рассказывается про сокровище можно прочитать про про сокровище о томс где на каком расстоянии его можно найти сколько она даст валюту и что-то еще тут полно всяких сокровищ самое дорогое из них это розовый алмаз такая вот игрушка если вы хотите продолжение ставьте лайки я обязательно скачаю полную версию это там будет очень много разных заданий которые мы с вами поиграем ну что ж на этом мы закончим с вас лайкос подписаться с меня эпичные видосы выпуск довольно долгий получился но я хотел по максимуму просто показать игру поэтому долгие такой тупус получился целых 40 минут ну ж уж подписывайтесь на этот канал вступайте в группу вконтакте и всем пока